Он мне помог снять через золотую корону. Такого быть не должно, Тинькофф. Но как я пойду в полицию, я что скажу им? Здравствуйте. Такая вот ситуация. Оф, ну и брови у меня сегодня, конечно, какие-то тоненькие. Я сегодня сама не своя. Ща, как бывает. Я сегодня в черном неспроста. Я в трауре, но не по людям, у которых нет хорошего вкуса. А немножко по репутации некоторых компаний. Однако, для своей юридической безопасности я скажу дисклеймер. Я в суд не пойду, я никого не обвиняю. Я виновата во всем. Сама. Частично. Однако, я бы дала некоторые советы для улучшения безопасности. Тинькофф и Коронапэй. Что случилось, ребята? Я вот этот стори тайм выкладываю в субботу, скорее всего, 5 ноября. А тот стори тайм, как я в целом съездила в Турцию, я выложу уже через неделю, скорее всего. Все детали моего макияжа, как обычно, будут в описании. Здравствуйте. Что же случилось? Я сегодня немножко в рубашке. У меня какой-то странный макияж. Я себя издалека вижу и мне не нравится. Давайте-ка мы лучше вот так вот сделаем. Классику возьмем. Если вы считаете это клеветой, это не правда, не клевета. Это на самом деле так и произошло. Что, собственно, случилось? Я достаточно плохо помню ночь с 11 на 12 октября 2022 года. Единственное, что я помню, это то, что проснулась я в отеле. В своем, замечательном. Я не знаю, где я потеряла свою сим-карту. Она у меня всегда была в чехле. Вот так, как сейчас здесь лежит у меня турецкая сим-карта. Это всегда, когда я путешествую, я кладу свои сим-карты в чехол. У меня тут еще египетская сим-карта лежала, но сейчас только турецкая находится. Или у меня ее вытащили. Или я ее потеряла где-то, пока ходила, бродила. Я не знаю. Однако утром 12 октября 2022 года я проснулась где-то в 8 утра. И в это время я обнаружила, что с моего бизнес-счета в Тинькове списали абсолютно все деньги. Ну ладно, оставили 40 тысяч рублей. Спасибо большое. Давайте идти по порядку. Да, списались меня примерно 370 тысяч рублей. Я не буду утверждать, я плохо помню, но я прикреплю скриншоты на все это дело. Смотрите, в Турции на данный момент не работают карты МИР. Никакие. До этого Сбербанк МИР не работал, но работал Тиньков МИР. Именно из-за этого в апреле этого года я сделала их карту для того, чтобы в мае спокойно расплачиваться. В июле я также спокойно расплачивалась и снимала деньги. Но вот в октябре этого было сделать уже нельзя ни в одном банке. Я ходила в Зирадбанкосы, в Ишбанк, Денисбанк, Акбанк, Ваккывбанк и еще какой-то... Япыкридибанк, да, в 6 банков, если я правильно посчитала, я ходила. Нигде деньги у меня снять не получилось. Я подумала, ну ладно, окей, не получается, значит не получается. Я сняла наличку через своего знакомого, который работает в отеле в первый же день. Это было 5, нет, извините, 6 октября. Он мне помог снять через золотую корону. Очень, кстати, хороший вариант, если у вас вдруг нет турецкой карты, хотя Ваккывбанк делает без вида на жительство вам карту, только принесите 1000 долларов, кладете ее на свою новую карту и все. Это вроде бы бесплатно, ну или очень дешево, да. И у вас это 1000 долларов на карте, вы ходите и расплачиваете спокойно. Без вида на жительство делают. Я же об этом не знала, я думала, нужен вид на жительство, и поэтому я попросила своего знакомого из отеля, да, вот перевести деньги ему на Коронапэй. Я перевела 3000 лир на тот момент, это было где-то десятка с копейками рублей. Он мне дал свою карту, я сбегала, сняла, и таким образом у меня была наличкой 3000 лир. Очень хорошая сумма, я на нее первые дни жила. Что было дальше? Слушай, я просто переживаю, я просто немножко волнуюсь, сейчас соображу, что хочу сказать. У меня с собой было еще 20 долларов, которые я не потратила с мая, поэтому, да, я купила некоторые основные вещи, и вот 3000 лир, соответственно. Я проснулась и обнаружила, да, что у меня на бизнес-счете ничего нет. Я вам скажу так, про, например, давайте Сбербанк возьмем, у меня там тоже ИП-шный счет, и в Райфазине у меня есть ИП-шный счет. Для того, чтобы перевести деньги со Сбербанка с ИП-шного счета, у вас есть два приложения, да, давайте Сбербанк для физлиц и Сбербанк для ИП-шников. У вас в Сбербанке для физлиц отображается карта, вы можете скопировать номер, да, но деньги перевести оттуда между своими счетами вы не можете. У меня есть две карты физлица, я между ними деньги переводить могу, но если я захочу в приложении для физлица перевести деньги со своей бизнес-карты на физлицо, этого сделать не получится. В Тинькове же, в свою очередь, есть приложение для ИПшников и для физлиц. У меня в приложении для ИП не отображается ни один мой счет. У меня их там два, рублевый и долларовый, ну и транзитный, давайте третий считать. Чтобы перевести деньги с ИПшного счета в Сбербанке, надо зайти в приложение для ИПшников, бизнес Сбербанк Бизнес называется как-то так. Там вы оформляете себе зарплатную ведомость и там код есть специальный, типа перевод средств, НДС не облагается и все такое, на свой счет физлица. То есть это я называю зарплатой. Вы создаете зарплатный проект и переводите. В Тинькове для того, чтобы перевести деньги с бизнес-счета, надо просто зайти в приложение для физлиц, немножечко отмотать вниз, там будет ваш бизнес-счет. И оттуда смело можете переводить любые деньги. Я об этом не знала, я это узнала вот как раз когда приехала в Турцию, потому что мне надо было купить 500 долларов, ну маме деньги перевести, и я с бизнес-счета таким образом смогла перевести деньги себе на физлицо. Я очень удивилась, что это можно сделать в приложении для физиков, соответственно. Такого быть не должно Тиньков. Это, конечно, очень удобно, да, это все фан-энд-энди, пока кто-то не спишет с вас 5 с лишним тысяч долларов, которые вы копили полгода, блядь. Эти деньги я берегла для того, чтобы помочь маме, или для того, чтобы сделать ремонт у себя в ванной, потому что у меня ванна опять развалилась. Как было дело? Значит, в 23.00 началась вся эта вечеринка, вся эта заварушка. Я не помню, что я делала, честно, я не помню, но я тогда еще не обнаружила пропажу симки. Вероятнее всего, я спала. В 23.00 началась вся эта вечеринка, я вам сейчас покажу скриншоты, конечно, без проблем. Минуточку, я сама открою свой этот Тиньков. Да, в 23.16.11 октября, это был вторник, я вот как раз с утра стала проверять, что случилось, кто все списал. Олег, финансовый ассистент. Если вы не знаете, в Тинькове это бот, это просто бот. И туда кто-то на русском, на ломаном, ну, немножко не на ломаном, там нарушена небольшая логичность, короче, логики нет. Я хочу отправить деньги на корону. Олег отвечает. Кажется, тут я не смогу помочь, попробовать воспользоваться поиском или обратиться к оператору в чате поддержка. Я хочу перевести деньги в Турцию. Вот скажите, пожалуйста, я переводила уже на корону нескольким людям, чтобы они мне помогли снять. Ну, вот как первому человеку, да, 3 тысячи я перевела, он мне снять их помог. Также я обращалась к другим людям, там, по 600 лир, по, ну, маленькие суммы. То есть, 3 тысячи лир, ну, лично для меня, извините, это небольшая сумма, 10 тысяч рублей, да. То есть, я 600 просила снять, 500 там и там. Мне помогали. Я никогда, вообще, никогда не писала в чат поддержки физлиц. Однако, хочу заметить, что у Тинькова очень хороший эквайринг, очень хорошая там поддержка работает. Опять бот отвечает, не смогу тут помочь, пообщаться с оператором можно в чате поддержка. Я всегда заходила в Тиньков с IP-адреса конья, хорошо, ладно, но с айфона. Я думаю, что у них это видно, да, в безопасности они видят, с какого устройства заходит человек. И понятное дело, что те, кто спал мою симку, зашли с андроида, я так полагаю. Значит, перехожу я потом в чат поддержки, в который я никогда вообще не писала для физлиц, естественно. Я туда перехожу и наблюдаю такую вещь. 11 октября написано, позови оператора. Мне Юлия пишет, Марина, здравствуйте, какой у вас вопрос? Я хочу оплатить CoronaPay. Вот стала бы я, Тиньков, писать в, во сколько, ладно, в 23.20, о том, что я хочу оплатить CoronaPay. Я это делала без контакта с вами, я просто захотела в CoronaPay и переводила деньги. Возникает ошибка при оплате, какую сумму хотите оплатить? Эти люди, что у меня взломали, да, или я не знаю, что они сделали, как вообще можно зайти в банк просто через сим-карту? Зачем существует контрольный вопрос или как это называется? То есть они, допустим, да, каким-то образом получили мой номер карты. Быть может, кто-то когда-то зафоткал. Не знаю, никто этого номера карты моей физлица не видел. То есть они просто ставили симку, скачали Тиньков, через номер телефона вошли. И понимаю, почему могли пустить, потому что IP-адрес тот же самый, сим-карта та же самая, у нее есть не только номер телефона, но и еще определенный код. Короче, они перевели с моего физлица, или откуда, да, с физлица, деньги на ИПшный счет. Они перевели 10 тысяч рублей. И пишут, хочу оспорить операцию перевод вот этот. И оператор отвечает, подскажите, почему не согласны с данной операцией? Спустя примерно 4 часа они начинают оспаривать 8 операций. Не знаю зачем. И опять они пишут это Олегу, боту. Он опять переключает на оператора, и эти люди пишут, я жду. Другой оператор подключается. Здравствуйте, Марина, почему хотите оспорить данные операции? Вы понимаете то, что у меня телефон на английском. И когда я оспаривала дальше операции, у меня все шло на английском. Тут вот на русском, я думаю, вы видите. И потом я уже подключаюсь. Во сколько я подключилась? В 9 утра. Обратите внимание, у меня здесь написано на английском. Я оспариваю 11 операций и пишу, здравствуйте, это была не я, я не делала эти переводы. Снова я оспариваю 12 операций и пишу, здравствуйте, пожалуйста, я потеряла симку, отмените эти транзакции. Помогите, ночью я спала, я не могла снять все деньги на CoronaPay. Ну, это очевидно. Мне другой уже оператор пишет, здравствуйте, Марина, временно заблокировала вашу карту, личный кабинет и приложение. Я пишу, спасибо огромное. Вы пытались зарегистрироваться в личном кабинете за последние 24 часа? Я пишу, я потеряла сим-карту, мне будет не войти. Я не заходила в приложение 2 дня, и тут меня выкидывает, соответственно, потому что меня разлагинили. Мне пришлось звонить Тинькофф, просить их, благо у меня была электронная сим-карта МТС, я их попросила поменять номер телефона, мне все поменяли, я снова вошла и снова стала оспаривать операции. Мне просто отвечают, мы рассматриваем ваше обращение, ответ предоставим до 22 октября включительно. Я им пишу, здравствуйте, да, хорошо, я вижу в истории, что некоторые переводы вернули обратно, но на карте их нет, потому что она заблокирована. Спасибо, что дополнили обращение, при необходимости с вами дополнительно свяжутся. Потом снова другой оператор подключается. И вот, что мне пишет, я это читать не хочу, типа, спасибо, что дополнили информацию, ля-ля-ля. Спасибо тем, кто меня взломал, что не взяли кредиты, не списали еще больше денег, не додумались, видимо. Ну, раз писали в бота, я думаю, что очевидно, что это не русскоговорящие люди. Какое решение предоставил Тинькофф? Пожалуйста, я пока выпью. У меня вопрос в системе безопасности. Даже если, предположим, у кого-то был мой пароль, хотя он состоит из 20 символов, примерно разных цифр, букв, символов, да, на кой хер существует, извините меня, контрольный вопрос? Зачем? Я когда с этой ситуацией столкнулась, да, я стала читать некоторые, я стала читать истории других людей, и увидела, что похожие ситуации были много у кого, у кого-то списывали 90 тысяч, у кого-то еще больше. И я понимаю, у меня немного другая ситуация, однако, да, я понимаю, что люди теряют и большее количество денег, именно из-за этого я не расстроилась, я вообще не расстроилась, я подумала, так мне и надо, так мне и надо. Но в то же время, зачем контрольный вопрос? Я бы вам советовала, Тинькофф, улучшить систему безопасности, потому что вы же видите, откуда входит человек. Ладно, местоположение одно и то же, выходит IP-адрес конья, да, номер телефона ввели, но контрольный вопрос, никто не знает на него ответ, даже мои самые близкие друзья не знают, потому что у меня несколько контрольных вопросов есть, и там такие слова, которые действительно не знает никто, я их никогда не произносила нигде. И это очень-очень странно, потом я стала разбираться с CoronaPay, потому что я увидела, что это еще не обналиченные переводы, если я найду скриншот, я вам покажу, то есть там было написано, выведено на CoronaPay, но не обналичено пока что. Я давай названивать в CoronaPay, написывать, говорю, здравствуйте, такая ситуация произошла. У меня украли сингл и, походу, зарегистрировали новый аккаунт на CoronaPay, потому что моя CoronaPay была зарегистрирована на турецкий номер, который начинается на плюс 90 код Турции, а не на плюс 7 код России. Они сказали, да, мы подумаем, мы примем решение, это были не вы, я говорю, ну подумайте, нахера мне списывать такие большие деньги? Плюс, когда вот эти махинаторы списывали с моего бизнес-счета все деньги, они написали в сообщении, то есть никакую сумму вы перевести хотите, да, там сколько они указали, десятку или пятьдесят, не знаю, они в сообщении написали два миллиона. Я, как адекватный человек, буду писать в сообщении два миллиона. У меня таких денег на карте благо не было. То есть это уже можно было, Тинькофф, понять и заметить подозрительную активность. Неужели нет? Неужели вы не следите за состоянием счета других людей? Если вы видите, что списываются, списываются суммы, блядь, по пятьдесят тысяч, по семьдесят, когда человек никогда таких сумм не списывал. Я списывала раз в месяц по сто восемьдесят. Ладно, по двести со своего ИП-шного счета на физлицо. Но сразу большой суммой, а не так, что на CoronaPay во сколько там, в три утра списать восемьдесят, в двадцать три часа списать семьдесят, и в пять утра списать еще там по сорок и по пятьдесят. То есть я списывала так сразу огромной суммой. Как? Ну, я не знаю, неужели нет? У меня слов нет, короче. Просто можно же было заметить подозрительную активность или нельзя. Какой-нибудь бот, блядь, сделайте, чтобы он за всем этим следил. Но это тоже моя ошибка. У меня не было установлено лимитов. Так что я тут тоже пройдусь, и надо было следить за своей сим-картой. И не спать ночью, походу, чтобы карту заблокировать вовремя. А, значит, звоню я в CoronaPay, да, мне говорят, здравствуйте, вот такие-то переводы. И говорят мне, что аккаунт действительно зарегистрирован на мое имя и фамилию. Я говорю, ну, ребята, поймите, что у меня на турецкий номер CoronaPay зарегистрировано, плюс там у меня стоит мой российский паспорт и написано «Страна Россия». Когда я пару дней назад, вчера, что ли? А нет, два дня назад. Я восстановила свою сим-карту, я решила посмотреть в CoronaPay, зайти через свой номер и поглядеть, что там написали. Во-первых, у меня такой вопрос. Ладно, откуда у них мой паспорт, я понятия не имею, но это загранник. Но адрес, блядь. Почему у Агафоновой Марины Сергеевны нет отчества? Меня что зовут, Марина Сергеевна? Почему я из страны Руссия? Если я из страны Россия, КоронаPay, тут тоже вам надо было следить внимательно за тем, кто и как создает свои аккаунты. Потому что Марина Сергеевна точно не из Руссии, Марина Сергеевна из России. И у Марины Сергеевны есть отчество. Это не мое имя. Меня Марина зовут. Ябнолюся. Какой, блядь, поселок городского типа Ягодное? Что, блядь? КоронаPay, кстати, пытались, в отличие от Тинькова, разобраться. Они мне звонили еще два раза. Когда я звонила первый раз и просила назвать имена, оператор была девушкой. Она сказала, что идите в полицию, только тогда мы сообщим вам имена, кто переводил. Я говорю, ну как я пойду в полицию, я что скажу им? Здравствуйте. Такая вот ситуация. Кто сперзил деньги, я в душе, конечно, не ебану. Но вы вот разбирайтесь. Я вам позже скажу, почему я в полицию. Но как бы я пошла, надо мной поржали, а потом я поняла, что зря я туда ходила. Потом через пару дней мне перезвонить. Приятный молодой человек Ильдар, спасибо вам огромное, что вы мне назвали имена. Без привлечения полиции, заметьте. Мне назвали четыре имени, кто это такие. Я их даже не помню, потому что турецкие имена для меня почти как китайские. Их сложно запомнить. Ну не так сложно, как китайские, конечно. Но неважно. Значит, мне называют четыре имени, и я понять не могу, это, блядь, кто такие. Значит, все деньги на этих людей выведены. Но через день, ровно через сутки мне Ильдар перезванивает и говорит, Марина Сергеевна, мы всех их заблокировали, они больше не смогут получать переводы. Но каким образом, вы заблокировали фамилию и имя, или что? Ну, то есть, я не знаю, как это работает. Однако, такая вот ситуевина. Я смогла зайти в Корону Пей со своего российского номера и посмотреть, что, да, все транзакции успешно выполнены. Однако, это я увидела в уведомлениях, потому что на главном экране было пусто. Походу, они удалили эти транзакции, чтобы я имен не увидела. Но я именно знаю. Однако, я их не помню, потому что я этих людей не знаю совсем. Значит, какой мне совет будет, ребята, для вас? Устанавливать лимиты, если вы храните огромные деньги на, ну как огромные, да, 300 тысяч, не такая уж сумма. Если вы храните такие деньги на своем банке, устанавливайте лимиты для перевода. У меня был лимит, установлен миллион на всех банках. Я так полагаю, зря. Это просто было для моего комфорта. Но для безопасности, серьезно, устанавливайте лимиты. Далее, лимиты именно на переводы, а не на снятие наличных. Следующий момент Тинькову, что я могу сказать. Если вы видите, что какой-то ящер, значит, пишет в, блядь, бот, такие вещи, я думаю, это надо пресекать, это надо замечать. Кто-то же за этим следит, кто-то же сидит, следит, или никто за ботом не следит. Они могли заблокировать мою карту, увидев, что с нее списываются, и списываются, и списываются. Такие большие суммы ночью, блядь, на корону пей. Ночью в Турции время от российского, от московского, извините, пожалуйста, не отличается. Там такое же время. Я спала в это время. Нахера мне списывать такие бешеные деньги на корону пей? Я не знаю. К короне у меня какой вопрос? Я думала, когда впервые зарегала аккаунт, что надо четко, чтобы совпадало все с картой. То есть фамилия, имя, отчество. Оказывается, нет. Имя может быть Марина Сергеевна. И паспорт, может быть, оказывается, загран. Я не знала. И оказывается, я могу быть из страны Русья. Русья, да. Цесвера дана, ёпта. Не умею делать в полсилы. Все, ты можешь. Ну да, адреналин раш меня подбадривает. Еще раз повторюсь, что это моя проблема. Да, я понимаю, что я виновата. Надо было следить тщательнее. Но коронапэй тоже контролируйте, пожалуйста, личные кабинеты, кто какие создает. И что у Марины Сергеевны страна должна быть Россия, а не Русья. И что загранпаспорт. Я понимаю, что не проверить место регистрации по паспорту. То есть если я веду российский паспорт, вы место регистрации не проверите. Хотя изначально на моем аккаунте, что на турецкую симку зарегистрирован, там действительно адрес регистрации, по которому я не проживаю. Но я там прописана. Я думала, что это очень важно. Оказывается, нет. Оказывается, я могу жить в поселке городского типа Ягодная. У меня, блядь, нет слов. Еще и нет отчества. Я думаю, что если бы корона это заподозрила, они бы заблокировали этот аккаунт. И никто бы с меня деньги не списал. Но тоже, как это все уследить, как это все работает, я, к сожалению, не знаю. Быть может, это очень сложно. Поэтому корону пэй я тоже не обвиняю. И подумав, что да, деньги не списались, они еще висели в подтверждении, мне потом позвонили и сказали, к сожалению, Малина Сергеевна, все это уже обналично. Еще год назад, кстати, вот, да, 12-го с меня все списали. Еще год назад, когда я в своем городе заходила в зоомагазин, я там общаюсь с владелицей, что-то мы с ней разговаривали, и она говорит, я вообще деньги на карте не храню. Это ее зоомагазин. Я говорю, да вы что, почему же это за бред? Она говорит, вот спишь, что ты не заметишь. Списали, я не заметила. Она все хранит в наличке. Для меня это неудобно, но я просто, насколько бы я не любила Сбербанк, да, я буду им пользоваться дальше. Я теперь туда буду все выплаты получать. На Тинькофф я буду получать ноль. Я там деньги хранить не буду. Но Тинькофф скажу, что у вас прекрасный эквайринг. Кстати, после того, как произошла эта ситуация со списанием 300, подождите, 370 с меня спит, я не помню сколько, 370, 350, уже не важно, сколько с меня списали, люди теряют и больше, да, они начали активно закупать рекламу, я это заметила. Быть может, компания как раз была на середину октября. Может, это случайное совпадение, кто знает. Действительно, банк очень удобный, очень хороший у них это. Для физлиц, конечно, обслуживание такое себе, но эквайринг, повторюсь, бизнес, вот этот мой счет. Все замечательно, у них не очень дорогое обслуживание бизнес-счета, что мне нравилось. Бизнес-карта дешевле, чем у Сбербанка, обслуживание стоит намного. И вроде бы они с меня не снимают деньги за содержание счетов, потому что Сбербанк в свое время снимал достаточно много. За мой валютный счет и рублевый счет они списывали, ну, как это называется? В месяц, раз в месяц вы платите, короче, с меня вот это списывали Тинькофф, таким не занимается, это очень удобно. Но, к сожалению, из-за вот этой ситуации я навряд ли еще когда-либо буду пользоваться данным банком, да. Только из-за того, что система безопасности у них вообще какая-то не очень. Тем более, что ночью вот эти, те, кто все деньги списали, они начали оспаривать операции. Почему вы их не оспорили, не подтвердили? Почему? Это не я их оспаривала, это они начали их в три утра, блядь. Я спала, повторюсь. Такая вот ситуация произошла. Понимаю, видео было нудное и скучное, никакого экшена особо не было. Но что случилось, то случилось. Мне не жалко. Я надеюсь, что те, кто спиздили у меня все эти деньги, передознутся на чем-нибудь не очень приятном. Я не желаю им, конечно, ничего плохого. Ладно бы вы украли, да, у кого-то, кто обманывает и ворует у людей, но вы украли у достаточно честной дамы, которая зарабатывает все своим трудом, работая каждый день 24 на 7, извините меня. Ну, повторюсь, да, заработаем, ничего страшного, я не расстроена. Ах, да, кстати, я когда эти имена услышала, я их помнила еще тогда, и я некоторую информацию узнала, что один из тех, кто деньги-то спер, он работал в жандармерии. Только поэтому идти туда было бесполезно, потому что там по-любому есть связи. Так что, да. Я переживала больше за свою безопасность, потому что я не хочу вас запугать, но в Турции все еще есть такая штука, называется... Я могу ошибаться, это может быть обман. Продажа людей, да, спокойно. Просто вас чем-нибудь накачивают и увозят, и вы так пропадаете случайно. Незаметно пропал человек, а все? А все что? Ни слуху, ни духу. Я Турцию обожаю всей душой, я продолжу туда ездить. Но такое может произойти и в России, в любой стране мира, не обязательно в Турции. Это мне такой урок, то, что надо быть внимательнее, не терять свою сим-карту. Повторюсь, Тинькофф я не обвиняю, но хочу сказать, улучшите, пожалуйста, свою систему безопасности и контрольный вопрос, на кого он существует. Я когда-то пыталась войти в бизнес-аккаунт с этого, блядь, Саймака. Меня не пускало, представляете? Мало того, что я вела номер телефона. Хорошо. Получила смс. Они мне пишут, что мы вам не доверяем, ну-ка, контрольный вопросик, моя хорошая. Давай контрольный вопрос. Они потом пароль запросили. То есть, что сейчас произошло, я не знаю. Это было примерно год назад, когда я пыталась... Нет, ребят, не год назад. Где-то весной я, наверное, пыталась с Саймака зайти. Я все-таки зашла. Но я подумала 10 раз, что нахер мне надо там, чтобы было залогинено. Да, мне достаточно с MacBook быть в системе. Я продолжу пользоваться все равно. CoronaPay, да. Это не их вина. Это не их проблема. Они просто агрегатор по переводу денег. Ровно как и Kiwi. Не знаю, продолжу ли я пользоваться Тинькоффом, но эквайрингом вероятнее всего, да. Потому что эквайринг у них хорош. Хорош, блин. И комиссия маленькая. Насчет бизнес-аккаунта я не знаю. Это единственный сейчас банк, который переводит по свифту, но и то берет комиссию 200 долларов, да. Ну, хоть что-то, знаете, хоть что-то, ребята. У меня больше нет слов. Вот так вот я потеряла 5000 долларов за одну ночь. И я пойду. Желаю вам хорошего дня. И не проявить сим-карту, а пользоваться электронной. Хотя, если вы потеряете телефон, то это будет благо, они не взломали мои соцсети. Потому что с номером телефона можно было сделать все, что угодно. А они поимели деньги только с Тинькоффа. В Сбербанк, видимо, зайти не смогли. И в Райфайсен тоже. Так, а то вечерушка, ребята. Я пойду. Всем хорошего дня. Побольше ума в голове. Мыслить холодной головой. До свидания.